Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, с актрисами, их автобиографией и рассматривать их фотографии. Аннет Мэри Сара Келлерман. Австралийская профессиональная плавчиха, актриса и писательница. На Голливудской аллее славы в ее честь имеется звезда. Я цитирую переводную Википедию. Родилась 6 июля 1886 года в католической семье, недалеко от Сиднея. В возрасте 6 лет у нее была обнаружена болезнь ног и для преодоления инвалидности родители записали ее в плавательную школу в Сиднее. В возрасте 13 ее ноги были практически в норме и в 15 лет она начала участвовать в соревнованиях по плаванию. В 1902 году Аннет выиграла соревнования штата Новый Южный Уэльс. В Мельбурне Келлерман предложили совершенствовать навыки плавчихи, освоила подводное плавание, уступала в образе русалки в развлекательном центре. В 1903 году Аннет погружалась на удивительную глубину, как написано в Википедии в одной из сцен спектакля в Мельбурнском королевском театре. Известно своей борьбой за право женщин носить целый купальный костюм, который в те времена вызывали много споров. Купальники Келлерман вскоре приобрели большую популярность, что позволило Аннет запустить собственную линию купальных костюмов. Так она и называлась, Аннет Келлерман. 24 августа 1105 года, 18-летняя Аннет стала первой женщиной, которая осмелилась переплыть Ла-Манш. После трех неудачных попыток она заявила. Я обладала выносливостью, но не хватило грубой силы. Как актриса снималась по большей части в фильмах с тематикой водных приключений. Она выполняла свои же трюки, прыгала с 28-метровой высоты в море и с двухметровой в бассейн с крокодилом. В 1916 году шокировала публику после того, как в Первой мире появилась на экранах полностью обнаженная в кинодраме «Дочь богов». Картина обошлась в фантастическую по тем временам сумму миллион долларов, но собрала кассу примерно в 1,4 миллиона долларов. К сожалению, о существовании ее копии ничего не известно. Аннет и ее муж Джеймс были вегетарианцами и владели магазином здоровой пищи в Лонг-Бич, Калифорнии. В 1970 году они вернулись жить в Австралию. В 1974 Аннет стала членом Международной залы славы по плаванию во Флориде, США. Она осталась активной и в пожилом возрасте, продолжая плавать и тренироваться до конца жизни. Умерла 6 ноября 1975 года в больнице. Пепел был развеян над большим барьерным рифом. Детей у Аннет не было. Вот так написано в Википедии о австралийской профессиональной плавчихе, актрисе и писательнице Аннет Мэри Сара Келлерман. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok